Самарская среда Взаимодействует с Самарским региональным отделением Общероссийской общественной организации Офицеры России Кто сегодня должен заниматься Патриотическим воспитанием молодежи Что нужно делать для борьбы с фейками В нашей студии Ирина Цветкова Секретарь Союза журналистов России Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России И Артур Маливанчук Председатель Президиума Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации Офицеры России Ирина Владимировна, Артур Станиславович Добрый вечер, спасибо, что пришли в студию. Очень рад вас видеть, потому что понятно, что сейчас время достаточно сложное и напряженное, и дел очень много. Вот вопрос, с которого хотел бы начать нашу беседу, это офицеры России и Домжур, и офицеры России, Домжур и СВО. Вот как Самарское областное отделение Союза журналистов России взаимодействует с участниками специальной военной операции, взаимодействует и сотрудничает с офицерами России? Вот что делается? Добрый вечер, спасибо, что пригласили. Тема действительно очень важная, и для нас она действительно очень важна, эта тема, журналисты, СВО. А вообще Самарскому Союзу журналистов повезло, что у нас многие годы членом правления является Артур Малеванчук, военный журналист, который бывал не раз в горячих точках сам, как журналист. И сейчас Артур Станиславович возглавляет организацию «Офицеры России» Самарское региональное отделение. Конечно, мы не могли, так сказать, не сотрудничать с этой организацией. Артур Станиславович сразу же пришел к нам в Союз журналистов и стал предлагать проведение совместных каких-то акций, мероприятий. И, собственно говоря, с прошлого года у нас прошло уже не одно мероприятие. Это мы участвовали в отправке гуманитарных грузов в Мариуполь, Луганск, Снежное, Донецк и Мариуполь. Но самое главное, и вот Артур Станиславович мне понравился, он тогда сказал, а давайте мы соберем гуманитарку для журналистов. Не просто... Для журналистов, которые живут и работают там, для коллег. Да, для коллег, да. По-русски говоря. Это была его инициатива, и мы собрали, и я думаю, что и нам было приятно, что мы это сделали для коллег, и это такая для нас очень серьезная акция. И Артур Станиславович потом нам рассказывал, какая реакция была у коллег, когда они получили вот эту гуманитарную помощь от журналистов Самарской области. Артур Станиславович, вот а какая была реакция действительно? Артур Станиславович, добрый вечер, дорогие друзья. На самом деле хочу отметить Самарский областной институт журналистов. Не потому что я петух, хвалит кукушка, куши петуха, абсолютно нет. Потому что вместе сообщать дело очень большое, важное дело. Да, мы сели, собрались и решили помочь журналистам, которые находятся в наших горящих точках. Луганск, Донецк, Херсон, Запорожье. Ирина Владимировна Киллана Клич, ее поддержала генеральный директор Лады Медиа Ирина Викторовна. Денисова из Тольятти, другие журналисты. И в течение нескольких дней мы собрали довольно внушительную гуманитарную помощь. А времени было мало? Времени было два дня. Нужно было быстренько все это сделать? И с областей к нам поступало все, что необходимо. Но, что очень важно, помимо теплой одежды, продукты питания, журналисты собирали. Мелованную бумагу, которой там нету. Элементарные ручки, диктофоны, магнитофоны. То, что нужно, понимаете? И вот, когда я впервые поехал туда с друзьями, а это был город Мариуполь, это было как раз от начала дня знаний, мы приехали в администрацию, там располагались сети их, я уже не помню, как они называются. И говорю, журналисты есть? Да, мы журналисты. Мы вносим гуманитарку. Это кому? Это вам. Нам, говорю вам, никогда в жизни, вы первые журналисты, кто помогли коллегам гуманитарки. Они с удовольствием принимали эту гуманитарку и говорили громадное спасибо коллегам Союза журналистов из Самары. Кроме этого, мы гуманитарку отвозили еще в Донецк, в Снежное, в Луганск. Именно журналистам. Но есть еще одна тема, которую Ирина Лавимовна продолжит. Там у нас есть журналисты, кто находится на линии боевого соприкосновения. Да. Один из них. Наши коллеги. Илья Круговой, которого вы хорошо знаете. И там еще двое журналистов, да? Я же скажу сейчас про них тоже. И вот специально для Ильи и для его взвода мы передали целый уазик гуманитарки. Он был несказанно рад, удивлен. Тоже был очень удивлен. Горд. Письмо написал благодарности. В своих сетях сказал. Конечно. Мы положили туда, когда в эту посылочку, которая для него предназначалась, мы положили книгу. Собственно говоря, автором которой и был Илья Круговой. Это книга о генерале Александре Синопальникове. По-моему, он был больше всего рад тому, что вот там в руках у него оказалась эта книга, потому что он много рассказывал про эту книгу и про генерала своим товарищам. А тут у него появилась возможность уже ее и показать. Но мы пожалели, надо было побольше отправить этих книг, потому что это книга о настоящем русском офицере. И Илья очень хорошо ее написал, сделал. И я думаю, для участников СВО это как раз с кого брать пример, на кого равняться. Потому что Александр Синопальников, он сам участник был «Горячих точек». Боевых действий. Боевых действий, да. Но вот кроме Ильи Кругового, особенно когда у нас проходил фестиваль в парке прессы, нам Ильи почему-то не хватало. И девиз-то у нас, мы сейчас вообще живем под девизом «Мы вместе». И нам и Илье хотелось сказать, что несмотря на то, что мы здесь в Самаре, а он на передовой, мы все равно вместе. И он с нами, а мы с ним. И мне очень приятно, что еще наши журналисты откликнулись и сейчас, собственно говоря, находятся там на передовой. Это Валерий Манзур из Тольятти. Он так рвался туда. Он сделал все для того, чтобы туда поехать. И сейчас он, собственно говоря, занимается тем, что хорошо умеет делать. Он корреспондент. Он прошел курсы специально для того, чтобы смог. Потому что просто так я захотела, и никто тебя не отправит. Ты должен подготовиться к этому. Вот Валерий очень серьезно отнесся, подготовился, и вот уже там. У нас еще один журналист, и это журналист, редактор отдела Волжской коммуны Алешин Сергей, который тоже сейчас там на передовой, тоже занимается тем, что принимает участие в издании боевой газеты. И самое интересное, что он участвовал в конкурсе «Золотое перо губернии», стал победителем, но получить сам награду не успел. Уехал. Уехал. И награду уже губернатор выручал его супруге. Вот такие у нас совершенно потрясающие коллеги. И очень хорошо, конечно, что вот налажено так взаимодействие между офицерами России и Союзом журналистов России. Это очень хорошо, и нам бы хотелось сегодня во время эфира на нашей любимой телекомпании «Самара ГИС» подписать соглашение о сотрудничестве. Потому что действительно мы делаем совместно очень много, и вы хотели бы закрепить это соглашением. Если вы не возражаете, для нас это такой исторический момент. Давайте исторические события зафиксируем, и это память на самом деле на долгие годы. Что, Артур Санислович, подписываем? И это действительно, это же не только сбор гуманитарной помощи, это совместное сотрудничество и... Сейчас просто печать поставить. Ах, ох, извините. Ах, ох. Так. Совершенно потрясающая фотовыставка у нас прошла Артура Станиславовича. 55 горячих мгновений. А вот сейчас как раз, когда вы подпишите, я предлагаю сделать паузу, но вот сейчас мы закончим этот процесс важный. Давайте посмотрим сюжет как раз о фотовыставках, которые у вас... Спасибо, прислушаем. Браво. Я уверен, что на самом деле, ну, работа будет только больше, и работа будет все эффективнее, потому что, ну, делаете вы большое дело. Я предлагаю сейчас тогда, раз уж зашла речь о фотовыставке, посмотреть сюжет на эту тему, а затем продолжим нашу беседу. Фотовыставка способна перевернуть взгляд на привычные вещи. Самарцам представили экспозицию «55 горячих мгновений» Артура Маливанчука. Артур Станиславович много лет возглавлял пресс-службу в СИН по Самарской области. Неоднократно бывал в горячих точках. И везде делал снимки, которые и легли в основу экспозиции, приуроченные к его 55-летнему юбилею. Когда последний раз мы делали гуманитарные миссии в Мариуполь, мои товарищи говорят, почему тебе не делать такую выставку про Украину? Я решил пойти шире. Я вот сегодня, в честь своего юбилея, сделал выставку, которая состоит из 55 фотографий, у меня 55 лет, сделанных в горячих точках. На экспозиции представлены кадры, сделанные в Чечне, Таджикистане, Дагестане, на Украине. Цепкий взгляд военного журналиста выхватил самые яркие и подчас трагичные моменты из жизни людей. Здесь и история нашей стороны, и не только история вооруженных сил. Здесь и судьбы, так сказать, людей. Это рабочие фотографии, они живые, они без приукрас. В планах на будущее представить эту выставку еще на нескольких площадках. В том числе и в учебных заведениях Самары. Замечательная выставка, на самом деле замечательный проект. Вообще вот чувствуется, что уходить из такой вот журналистики, которую ты делаешь сам своими руками, не хочется. Это я вот просто вижу, судя по фотографиям. Уважаемые гости, есть еще такой проект интересный, который сейчас... Яна, прежде чем мы перейдем к другому проекту, мне хотелось бы все-таки еще два слова сказать про эту фотовыставку. Эта фотовыставка прошла не только в Доме журналиста. В Доме журналиста был дан старт этой фотовыставки. А дальше, как мы говорим, она стала кочевать, эта фотовыставка. И даже в Москве, в некоторых местах, в очень таких серьезных организациях проходила фотовыставка. Потому что вот значимость такой фотовыставки велика на самом деле. Причем Артур Станиславович не сам ее продвигал, а узнавали и предлагали. И приглашали. И приглашали. Вот это, мне кажется, очень важно. А почему? Потому что фотографии, которые там представлены, они не постановочные. Потому что, вот правильно ты сказал, да? Они живые. Они живые. Это репортажная съемка. Репортажная съемка. И это, конечно, в наше время дорогого стоит. Потому что ты реально представляешь. Не важно, это, я не знаю, там, Афганистан, Чечня или еще что-то. Или сейчас Украина. Везде наши солдаты. И глядя на эти фотографии, как-то хочется помогать тем ребятам, которые сейчас, собственно говоря, воюют за нашу Родину. Вот, кстати, если говорить как раз о помощи. Еще один проект, новый проект. Едем на Донбасс. Что это за история? Что это за проект? В ходе наших поездок на новую территорию у нас родился литературно-музыкальный проект «Едем на Донбасс». В него вошли авторские песни, стихи членов нашей организации Михаила Чудакова, Михаила Стрелкова, Алексея Халитова. Которые неоднократно бывали на передовой, исполняли свои новые патриотические песни и в землянках, и в разрушенных зданиях. Их внимательно слушали бойцы на передовой. Сейчас наши ребята, творческая группа, ездят по школам, по высшим заведениям с этим проектом. Многие его слышали, видели. Только в том году прошло 60 таких концертов. Сейчас мы в ближайшее время планируем провести еще порядка 80 на безвозмездной основе. Это сильный проект, я думаю, не только Самаско-оригинальное отделение от СССР в России, но и наш центральный аппарат будет этот проект продвигать. Потому что мы должны слушать песни, написанные на войне. Согласен. У меня вопрос следующий возник. Вот сейчас такой, может быть, немножко неожиданный. Отправка гуманитарного груза в места боевых действий. Вот эта работа. Артур Станиславович, а вам угрозы поступают в связи с той деятельностью, которую ведете вы и ваши коллеги? Сейчас время информационных технологий. Мы отправили порядка 40 конвоев. 40 конвоев? 40. За два года. 40. Естественно, мы это освещаем в соцсетях. Я просто представил, это практически два конвоя в месяц без малого там получается. Это очень много. У нас отделение большое, не только в Самаре. В Тольятти, в Жигулевске, в Ставропольском районе, в Волском районе, в Чапаевске, в Новокульске. Как бы люди отправляют ее. Делаем мы это от души. Ваш вопрос я понял. Время сейчас неспокойное. Падают ракеты под Энгельс, там где базируются наши стратегические Ту-95 и Ту-160. Недавно наши ЧП под Чапаевска в Москву подорвали. Ну вот да, буквально, да. Много чего-то происходит. Конечно, угрожают. Мне угрожают. Моей семье угрожают. Членам моей организации угрожают. Мы собираемся, предпринимая меры, как бы защититься. Пока нам это удается. Я думаю, не только официанты, но и даже союз журналистов угрожают. К сожалению, да. И к нам приходят угрозы. И были случаи, когда нам приходилось обращаться в правоохранительные органы. Поскольку приходили письма с тем, что заминирован дом журналистов. Причем это делается в выходные дни, когда никого нет. Ну, слава Богу. Проверяем, конечно, обязательно. Каждое такое вот письмо, которое приходит к нам на почту, мы обязательно проверяем. Бог миловал. Но я думаю, что это будет продолжаться. Более того, сейчас многие руководители СМИ жалуются на то, что от их имени рассылаются различного рода сообщения. Если это руководитель, то подчиненным. И от моего имени тоже. Поэтому всех призываю не реагировать на такие сообщения. Это и в Телеграме, и ВКонтакте. Сейчас вот вчера, например, уже мне были звонки, что приходят к Олегам сообщения в WhatsApp. Поэтому не реагируйте. Якобы от вас, да? Якобы от меня. Ну, то есть создается страничка-дубликат. Да, да. И начинают работать. И на это жалуются очень многие руководители СМИ. Тем более, если мы говорим о СМИ. Вот это направление очень важно. Важно, чтобы мы, во-первых, не были солидарны. Не были вместе. Вот это вот, понимаете? Хотят, скажем так, внести раскол. Конечно, конечно. Для них это не очень хорошо. Что мы настолько действительно... Дружны. Мы дружны. И наш девиз «мы вместе» — это не просто девиз, а это реальность. Наша реальность. Для них это не очень хорошо. И, конечно, они будут вносить в наши ряды раздор. Но мы, я думаю, что все начеку, ни за что поддаваться не собираемся. Мы четко знаем, что нам делать, как нам делать. Поэтому... Кстати, вопрос тогда вот прям, ну, и рождается. А как бороться с фейками? Вопрос вот и вам, Ирина Владимировна, и вам, Артур Станиславович. Потому что вы оба как бы профессионалы. На самом деле, Артур Станиславович — это журналист по первому образованию и по работе. А сейчас, к сожалению, сейчас, к сожалению, время фейков. И тем более, что сейчас идет этап предвыборный. Кстати, важная такая тема и важная, важнейшая, я бы сказал, история. Вот скажите, из вашего профессионального, личного, житейского и, ну, Артур Станиславович, вашего военного опыта, вот как бороться с фейками? Как бороться, ну, по сути дела, с информационной войной, называя вещи своими именами? Я думаю, как человек, который закончил военное училище, в коде журналистики, кстати, Львовское высшее политическое училище, не понаслышке, я знаю, кто такие бандеровцы, нацисты, надо на них внимания не обращать, а добросовестно делать свое дело. Вот мое твердое мнение. Начнешь он что-то отписываться, будет еще хуже. У меня в училище был Сергей Хомутов, вместе с ним учился. Сейчас он стал Сергеем Хомутивым. И представляете, как он радовался, когда наших ребят под Макеевку взорвали. Я просто исключил его из-за своих друзей, и больше он мне не нужен, он мне не интересует. У нас своя жизнь, у нас свои планы на жизнь. Мы живем в России, и наши организации в всей России, все 100% пойдут на выбор и сделают свой правильный выбор. Раз вы уже о выборе заговорили. Мне кажется, телезрители должны понимать, что если мы говорим еще о фейках, это же не только в соцсетях, когда там лично какая-то рассылка идет, а еще и какие-то новости пытаются нам преподносить, что нужно доверять традиционным СМИ. Вот это важный момент. Да, потому что именно традиционные СМИ отвечают за каждое слово и за ту информацию, которую они выдают. Все остальное 10 раз, как говорится, проверить. Поэтому вот интересно получается, что сейчас, вот как мне кажется, я просто по моим наблюдениям и я общаюсь с коллегами, и жители вот Самарской губернии больше стали доверять традиционным СМИ. Они поняли, потому что был момент, когда, да, помните, все говорят, ой, а вот там в соцсетях, а вот там вот это, а там вот это написали. А потом оказывалось, что это все фейк. Это просто ложь по-русски говорили. Это ложь, да. Это просто ложь. Просто чистая ложь, откровенная ложь. Вот сейчас уже, я думаю, люди стали понимать, что традиционные СМИ, только они. Ну, это как, есть такая поговорка, вот говорят, вот там написано. Я всегда в таких случаях говорю, вы знаете, на заборе тоже иногда пишут. Да. Но далеко не все, что там пишут, соответствует истине. Вот, кстати, если говорить тогда о СМИ, ваша оценка, вот а каково сегодня положение СМИ вот в избирательном процессе, вот сейчас идет предвыборная кампания, вот ваше мнение. Ну, роль СМИ, конечно, трудно переоценить, она очень важна. И мне кажется, от того, как сработают СМИ, зависят итоги выборов. Потому что сейчас очень важно. Ведь, вот я слово враг произнесу все-таки, да, ну, наверное, неправильно, они не враги наши. Ну, противник. Противник наш, да. Если военным языком вы говорите. Противнику было бы просто очень хорошо, если бы они сорвали выборы, если бы народ не пошел голосовать, или народ пошел и во время голосования там, я не знаю, различного рода митинги и все остальное. Но я вот наблюдаю, люди все-таки стали понимать, что не нужно поддаваться на провокации. Нужно 15-го числа, первый день выборов, прийти и проголосовать. А наши журналисты, мне кажется, Самарская губерния вот сейчас очень хорошо освещает предвыборную кампанию, рассказывает о кандидатах в президенты, что тоже очень важно, и потому что, ну, среди кандидатов есть люди, о которых мы мало что знаем. И очень важно, что СМИ четко придерживаются букве закона. Да, нейтральная позиция. Абсолютно нейтральная позиция, да. И вот мы вот и сейчас, кстати, это подчеркиваем, что уважаемые избиратели, приходите на выборы, вы решаете сами. Конечно, сами, сами, сами делайте выбор, но обязательно приходите. Вот интересно получается, люди не ходят, не голосуют, а потом начинают критиковать власть. И я всегда говорю, а у тебя есть вообще моральное право? Ты же не проголосовал. Но это наш гражданский долг. Тем более сейчас очень важно показать, что мы вместе. Мы придем 15-го, 16-го, 17-го. Ну, кому как удобно. Кому как удобно, да. Придем и проголосуем за нашего президента, за нашу страну. Артур Станиславович, наверное, только может присоединиться. Я уже сказал, да, мы все стопроцентно пойдем, сделаем правильный выбор. А верить надо только официальным СМИ, дорогие друзья. Да. Я совершенно с вами здесь только могу присоединиться. Ирина Владимировна, Артур Станиславович, не могу не задать этот вопрос. Причем, Артур Станиславович, вам еще, потому что вы активно работаете в Союзе журналистов России, в Самарском отделении Союза журналистов России. Какие планы организации? Ну, любимое наше детище – это май, это День прессы. Но кроме этого, вот что будет с Днем прессы, ну и какие вообще планы? Времени не очень много, поэтому так достаточно. День пресса обязательно будет. Первое. День пресса состоится. Обязательно мы уже обсуждаем, как это будет, что это будет. Хотелось бы, что-то новенькое появилось, да, но как обычно. Поэтому всех секретов раскрывать не буду, но скажу, что обязательно будет. Мы готовимся, безусловно. Мы готовим, вернее, не готовим, а планируем. Издание книги. Вы знаете, что это президент 2024 год объявил годом семьи. И мы подумали, а почему бы нам не издать книгу о журналистских династиях? Отличная идея. Да. Мы издавали книги о Союзе, но не было вот именно о журналистах. Я прям сразу вспомнил несколько династий. Да, более того, когда стали вспоминать, их более ста, это точно. Ух ты. Да. Если мы возьмем всю Самарскую область, более ста. И вот сейчас это у нас в планах. Мне кажется, это будет хорошее такое подарочное издание. И, собственно говоря, эта книга, ну, некая такая страничка истории журналистской, да, Самарской области. Мне кажется, вот это... Да. Это, в общем-то, и краеведение. Прямо самое настоящее краеведение. Да. Поэтому пусть наши журналистские династии готовятся. Артур Станиславович, а офицеры России будут участвовать в подготовке Дня пресса? Обязательно. Мы всегда участвуем с первых дней образования этого замечательного мероприятия. А у меня есть мечта такая. В нашем союзе журналистов есть военный корреспондент, Ирина Владимировна его хорошо знает, погибший в горячей точке в Таджикистане. Это Владимир Долгих. Да, Долгих. И я надеюсь, что в этом году, сообща, мы все-таки в школе, где он учился, установим памятную табличку, что вот о школе учился Владимир Антольевич Долгих, погибший в Таджикистане в 99-м году. Обязательно это сделал. Это важное дело, надо это доделать. Он был удивительный вообще журналист, человек, и очень скромный профессионал. Нам его не хватает, конечно. Наш друг. Что ж, уважаемые гости, спасибо за интересную, насыщенную, содержательную беседу. Уверен, что мы увидимся еще не один раз, потому что и офицеры России, и союз журналистов России важнейшая организация, на самом деле, для телеканала Самарагис. Спасибо. Ну и увидимся на выборах, и увидимся на дне прессы обязательно, само собой. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были Ирина Цветкова, секретарь союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения союза журналистов России, и Артур Маливанчук, председатель президиума Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Офицеры России». Всем доброго. До свидания.